МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый и крупнейший на Южном Кавказе технологический парк находится в Сумгаите. Он создан в 2009 году. На территории в 250 гектаров функционируют 12 заводов, где производят промышленную продукцию. Ей находят применение в нефтегазовом секторе, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве. Производимые на заводах материалы поставляются в десятки зарубежных стран. Среди них Россия, Грузия, Казахстан, Туркменистан. Одним из первых на территории технопарка запустили кабельный завод. Ассортимент огромный. Здесь выпускают и оптоволоконный, и коаксиальный, и сетевой. Почти 30 тысяч разных видов кабеля. Годовая производственная мощность 120 тысяч тонн. Наша продукция соответствует как местным, так и международным стандартам качества. Кроме того, в этом году мы попали в десятку крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана. Кабель – это скрученные вместе изолированные жилы в общей оболочке. Их делают из медной и алюминиевой катанки или прутка. В качестве сырья используют слитки, которые доставляют с завода в Гянже. Сначала слитки помещают в специальные индукционные печи. Там их плавят при температуре в 660 градусов. За час получается порядка полутора тонн жидкого металла. Затем расплавленный алюминий по миксерам, печам поступает в литейную машину или кристаллизатор. В нем сплав постепенно твердеет и превращается в заготовку. Заготовка – это слиток из алюминиевого сплава, который формируется в процессе охлаждения металловодой. Но даже несмотря на это, температура заготовки после кристаллизации остается довольно высокой. Благодаря этому ей легче придать необходимую форму. Чтобы заготовка стала катанкой, ее протягивают через прокатный стан и охлаждают. В результате она уменьшается в диаметре до 9,5 мм. Все это происходит за счет так называемых клетей. Это специальные тоннели, которые округляют алюминиевый сплав и вытягивают его. Таких клетей в прокатном стане десятки. Производство алюминиевой катанки практически завершено. Осталось лишь смотать ее в бобину или бухту. В одной такой почти две тонны катанки. Бухты доставляют в цех по производству кабелей высокого напряжения. Здесь из них делают токопроводящие жилы. Первым делом, методом грубого волочения, катанки вытягивают и утончают в станках до диаметра в 1 мм. Но это еще не окончательный размер. Чтобы будущий кабель был гибким, жилки нужно вытянуть до толщины в четверть миллиметра. Только после этого несколько слоев получившейся проволоки скручивают вместе. И вот токопроводящая жила почти готова. Теперь наступает очередь изоляции. Кабели бывают с разными видами изоляции, но в целом их можно поделить на две группы. С бумажно пропитанной и с изоляцией из пластикатов. Это термопластичные материалы, которые плавятся под воздействием высокой температуры и образуют плотный покров вокруг токопроводящей жилы. При наложении изоляции поверхность жилы сильно нагревается. И чтобы ее охладить, используют ванны с водой. Затем остывшие провода отправляют на следующий этап, где на станках их скрутят и намотают на катушку. В таком виде кабель поступает на этап шлангования. На него наносят тальк, который служит смазочным материалом и уменьшает трение между кабелем и внешней средой. Кроме того, тальк обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Затем кабель попадает в экструдер. Там провода обтягивают пластикатом, чтобы создать защитную оболочку. Наступает время тестов. Для этого на заводе работают сразу 8 лабораторий. В этой, к примеру, проверяют кабели мощностью от 35 до 110 кВт. В будущем их используют в стационарных установках, электрических сетях и даже для создания системы электроснабжения крупных городов. Самый важный тест — проверка электрической прочности изоляции кабеля. Это напряжение, при достижении которого происходит пробой изоляции. Испытание изоляции на пробой позволяет определить ее способность выдерживать перенапряжение. Готовый кабель экспортируют в Казахстан, Таджикистан, Грузию и другие страны. Но есть и эксклюзив. Только для внутреннего рынка — подводные кабели. Они помогают обеспечить энергией нефтяные платформы на море. По соседству с кабельным расположился завод полимерных изделий. Ежегодно предприятие производит 100 тысяч тонн самой разнообразной продукции. Профили для окон и дверей, пластикаты, фитинги и, конечно же, трубы. Ассортимент труб у нас очень широкий и композитный. Гофрированные, полипропиленовые трубы, капельного рашения и многие другие. Всего у нас на заводе действует 80 линий. Готовую продукцию мы экспортируем в Россию, Грузию, Израиль и Германию. От самых маленьких до гигантских. 20 разных диаметров труб. Их применяют в системах водоотвода, химической и горнорудной промышленности, при строительстве магистральных газопроводов. В этом цехе делают водо- и газопроводные трубы из полиэтилена-100. Это вторичный полиэтилен, получившийся путем переработки износившихся изделий. Поставляет из эмиратов гранулы черного и белого цвета. Трубы из такого материала устойчивы к растрескиванию солнечным лучам, химическому воздействию. Их можно использовать в зонах землетрясений и других природных катаклизмов. А прослужат они полвека. Чтобы из гранул получилась труба, сначала их тщательно сушат, а потом загружают в экструдер. Сам процесс переработки скрыт от наших глаз. Внутри гранулы размягчаются, расплавляются при температуре 180 градусов и переходят в вязко-текучее состояние. Затем в таком виде они пластифицируются, образуя своеобразный расплав, который попадает в формирующую головку экструдера. В ней расплав приобретает форму трубной заготовки. Далее этап калибровки. При помощи сжатого воздуха и избыточного давления заготовку доведут до нужного диаметра и толщины. После калибровки трубы охлаждают проточной водой выросительно охлаждающие ванни. При необходимости их покрывают теплоизоляцией из спинополиуретана. Такие трубы устойчивы к коррозии и особо не нуждаются в ремонте. На каждую трубу обязательно наносят маркировку завода-изготовителя. Чтобы подготовить к транспортировке, трубы небольшого диаметра до 110 мм наматывают на барабан, а большие просто разрезают и складывают. Сумгаидский технологический парк – крупнейший производитель в ненефтяном секторе Азербайджана. На его заводах работает почти 2000 человек, а продукцию местных предприятий использовали на самых важных стройках страны, в том числе и при возведении Бакинского Олимпийского стадиона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова